Привет, друзья! Я Светлана Сон, и мы находимся с вами в Южной Корее, город Сеул. И это прекрасная туристическая улица Мьон-Дон, которая манит всех туристов, когда они приезжают в Сеул. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать, и вообще, что здесь есть интересного, и почему все туристы так стремятся сюда попасть. Итак, чем же популярен Мьон-Дон, и почему все сюда приезжают? Во-первых, здесь огромное количество косметических магазинов. Косметика на любой вкус, кошелек, маски, патчи, здесь есть все. А еще сюда приезжают для того, чтобы попробовать корейскую еду. Корейский стрит-фуд – это то, что здесь обязательно нужно попробовать. И я предлагаю начать. Именно с этого должно быть очень вкусно и необычно. Так, друзья, здесь на самом деле очень много вкусной еды, которую можно попробовать. Такая обычная человеческая еда. Но у нас с вами стоит задача попробовать что-то отвратительное, что никогда в жизни я не пробовала, ну и оценить действительно, почему это вообще продают и кто это ест. Итак, а это, друзья, называется так-коки. Очень популярный стрит-фуд в Корее. А так-коки делается из рисового отеца. Это, можно сказать, такая рисовая клетка, которая готовится в остром-остром соусе. И она очень популярна, ее обожают все корейцы. И, конечно же, когда туристы приезжают, тоже первым делом хотят попробовать именно так-коки. Ну что, друзья, давайте попробуем эти так-коки в остром соусе. Смотрите, как тут прям течет все. Это реально вкусно. Но остро. Мне кажется, здесь должно быть, знаете, так... Ух, дыхание дракона. Но вкусно. Я понимаю, почему корейцы едят так-коки. Боже, друзья, вы только посмотрите, какое огромное осьмину. Как его много. И выглядит, кстати, очень-очень вкусно и очень аппетитно. Играет музыка. Так, друзья, в общем, мы ходили, ходили, бродили. И нашли, что можно здесь такого необычного и очень-очень интересного. И это вот такие моллюски, улитки. Я не знаю, кто это, что это. Наверняка, когда они плавали в море, они были очень привлекательны. Ну, или не очень. Скорее всего, не очень. В общем, он сейчас мне готовит их. Ну, что, друзья, давайте начнем пробовать. Выглядит вполне себе прилично. Он полил соусом, добавил еще какого-то острого соуса. Как я вижу, мне кажется, здесь еще есть лук. В общем, все дело в соусе, как говорят, да? Так что давайте пробовать. Могу сказать, что соус вкусный, да. Сама... Вот эта моллюска похожа на гриб какой-то. Такая достаточно мясистая. Приятно жевать. Не, блин, вкусно. Вкусно, действительно вкусно. Ну, соус просто топ. Прям соус. Это, друзья, это вообще похоже на, мне кажется, на чебурек, да, или беляш какой-то, который наш стрит-фуд, знаете, привокзальный. На миндоне вы можете абсолютно полноценно поесть. Здесь есть и первый, и второй, и третий даже десерт. Поэтому просто идете на миндон вместо ресторана, выбираете себе еду, и едите очень вкусно. И знаете, несмотря на то, что это вроде такая уличная еда, и кажется, что здесь грязно, антисанитария, на самом деле нет. Все очень чисто, достойно, пристойно, поэтому случаев отравления после миндона обнаружено не было. Ну, проверим. Любопытный факт, кстати, друзья, то, что вот аренда такого вагончика на миндоне стоит практически как квартира в Сеуле. Вы представляете, сколько они платят, и сколько они зарабатывают, получается, только на том, что продают здесь стрит-фуд. И, кстати, друзья, не забудьте взять с собой наличку, когда придете на миндон, для того, чтобы расплатиться за еду. И средняя стоимость одного блюда здесь где-то 5-10 тысяч вон. Поэтому, имея в кармане всего, ну, может быть, 20-30 тысяч вон, вы просто наедитесь до отвала и уйдете оттуда с полными животами. И только посмотрите, какое количество здесь масок и косметики. Мне кажется, здесь просто, ну, сотни миллиардов тонн каких-то масочек, которых на все случаи жизни. Вот есть для пяточек. И самое главное, что эти маски стоят, ну, реально какие-то сущие копейки. Можно набрать себе целый чемодан. И, кстати, это лайфхак. Когда летите в Корею, обязательно захватите два чемодана, потому что один чемодан вам понадобится для того, чтобы ввести с собой все масочки и корейские кремушки. Кстати, друзья, смотрите, как работает вообще корейский маркетинг. Они знают, что нужен чемодан. И вот, пожалуйста, если вы купите много косметики, вам могут подарить чемодан, чтобы вы сразу туда все положили. Друзья, но будьте осторожны, особенно в небрендированных магазинах, потому что здесь все равно можно нарваться на фейковые товары. И я рекомендую вам все-таки заходить именно в брендовые магазины, ведь не мульти-брендовые, да, но проверенные, потому что, ну, вот это, мне кажется, точно не настоящее. Друзья, сегодня понедельник, а народу на Миндоне как будто бы просто сегодня воскресенье, либо какой-то праздничный день. Огромное количество людей просто все кишит, все покупают, все едят. Очень много туристов с разных стран. И так классно, что мы вновь возвращаемся в допандемийные времена, когда в Корею приезжало огромное количество туристов, и это очень круто. Миндон, это, знаете, такая прям живая, драйвовая улица, здесь везде играет музыка, корейский кей-пап. В общем, сюда вы, придя сюда, вы вообще не соскучитесь, и вам будет точно весело и интересно. А еще, когда вы приедете в Корею, вы научитесь делать так. Это означает сердечко. Дом! Дом! А еще, друзья, на Миндоне можно съесть не только стритфуд, но и, конечно же, пойти в нормальный корейский ресторан и пожарить мясо, потому что корейское барбекю достойно отдельного, знаете, блога, и здесь есть и кальби, и сам гюпсаль, и пивимпап, а еще на Миндоне туристы почему любят останавливаться, потому что здесь действительно очень удобное место расположения для того, чтобы освоить Сеул и вообще просто смотреть достопримечательности этого прекрасного города. А это магазин, друзья, для всех фанатов кей-попа, особенно для фанатов BTS. Здесь есть изображение, мне кажется, все, даже шоколад. Давайте посмотрим, что здесь можно найти. Боже, мне кажется, фанаты сейчас должны просто трепещать. Это же из BTS кто-то. Я их имен, к сожалению, не знаю. Я знаю, это Ви, это Тэхён, это Чимин. О, вспомнила. Так, а это, друзья, я просто не сразу поняла вообще, что это такое. Оказывается, это шоколад с посланиями от айдолов. То есть вы открываете шоколад, а там внутри лично послание для вас. Мюндон. Мюндон. Мюндон – это то место, куда обязательно стоит приехать, если вы окажетесь в Сеуле. Здесь есть все, что нравится кей-поперам и не только фанатам Кореи. Вкусная еда, корейская косметика, сувениры, одежда, кей-поп-товары. В общем, друзья, в Мюндон вы должны здесь побывать. Спасибо. Спасибо.